Это все сочетается с тем, что мы сейчас пытаемся сделать с нашими средствами. Прямо сочетается с тем, что мы пытаемся сделать с нашими средствами. Был один пример, тоже интересный. Мужчина-гипнотизер ввел женщину, которая плохо видела, повыв в возраст более молодой, на 10 лет моложе, вернее в 10-летний возраст. Самое интересное, что в 10-летнем возрасте, когда она ребенка была, она не носила очков. И она стала нормально видеть. После этого он все-таки вывел ее из состояния гипноза, но сохранил вот эту настройку, которая была. И у нее вернулось зрение. Вот наглядный пример. То есть мы возвращаемся на какой-то этап своей жизни, его снова включаем и получаем вот то, что вот здесь мы увидели. Константин, давайте мы сделаем эксперимент. Я ношу очки, вы носите очки. Давайте мы с вами проведем эксперимент по снятию очков. Причем у вас я вижу очки с дальнозоркости отдали, а у меня близорукости. Но правда это еще хуже, поскольку у меня уже и то и другое как бы. И это очень и очень неудобно туда-сюда их тягать вверх-вниз. Как бы нам с этим, да и собственно говоря многие были бы тоже в общем-то рады. Майк, понимаешь, вся проблема в том, что у меня тоже на одном глазе дальнозор, как на другом, близорукость. И на одном глазу у меня стоит искусственный хрусталик. Вот если бы не был искусственный хрусталик, то еще может быть что-то можно было. То есть я не думаю, что этот вариант пройдет, например, запущенной катарактой, когда она уже помутнела и все такое. Но если там какие-то другие причины, связанные, например, с близорукостью или что-нибудь в этом роде, то вполне может быть этот процесс может повернуть опять. Ну, не мне вам рассказывать о том, что возможно все и то, что нам сказали там врачи о том, что там катаракты и так далее. Мы вернемся с вами в то состояние или в тот возраст, когда ее не было катаракты. Вот, будем возвращаться. Поэтому будет все в порядке. Будем пробовать, иными словами. Ну, так или иначе это придется пробовать, так как вариант возвращения в молодость мы будем использовать вообще. Это одно из направлений, которые мы будем использовать в работе нашей. А вот скажите, направление общее. Вернуть молодость, допустим, правильно? А если мы конкретнее. Вот если... Или оно будет как-то так восстанавливаться все вместе. Или есть какие-то конкретные возможно практики медитации на возвращение избыточного веса, о чем многие мечтают как бы. Или вот, скажем, близорукость, дальнозоркость, неважно, очки. Или что-то еще. Нет, ну это имеется в виду комплексный подход к тому, чтобы, как говорится, вернуться в более молодое состояние. Я имею в виду комплексный подход. По отдельности. Как раз здесь, по-моему, даже нет смысла особенно выделять это по отдельности. Вот у этих людей, которые помолодели, там же в этой статье про японку эту говорится, и про эту англичанку, что у них выросли заново зубы нуля. То есть, зубов у них уже не было никаких. Они выросли. То есть, это комплексный подход. Получается, что происходило полное омолаживание организма. Не только это внешнее проявление, а именно глубокое внутреннее затрагивает процессы. Вернее, даже в начале внутренние процессы, а потом они перешли уже на внешний вид. Вот этого нам и надо добиваться. Вот, а то, что зубы могут вырасти, ну, в принципе, могут вырасти. И тем более, они вырастали у них. У нее зубы красивые очень даже. Очень даже. Это видно, что они вырастают. Потому что у американцев таких зубов, вообще-то говоря, ни у кого нет. Имеется в виду, какие зубы. У них ставятся у американцев. Они все с детства ставят braces, естественно. Там есть или... Ну, у всех почему-то деформация, естественно. Вот. И все очень-очень-очень. И очень строго за этим глядят. Очень дисциплинированно. Раз в полгода все ходят на чистку. Раз в год все ходят на глубокую чистку зубов. Там нет такого, что у нас годами никто не ходит, а потом удивляется, откуда там... Непонятно, что происходит с зубами. Поэтому американцы очень дисциплинированные ребята. И вот таких... А у нее ведь видите какие? У них как-то один зубок растет как-то не в ряду со всеми остальными. То есть лишний раз говорит о том, что это новые зубы как-то каким-то образом начали вырастать. Ну, и у нее, и у японки выросли зубы. Там еще несколько примеров было, когда зубы вырастали. Да, японки. В этой статье речь идет и японки. Я просто не показывал эту картинку. Там тоже есть сколько? 70, по-моему, за 70. Она выглядит совершенно невероятным образом лет на 25. Хорошо, но... Кстати, добавить, Майкл, извини, не добавили. В прошлый раз я не говорил. Там же еще дополнительно, что она все-таки родила ребенка потом. Показать, что у японки вот это восстановилось потом, как говорится, месячные. И она, только вышла замуж, родила ребенка. Это после 75 лет, по-моему. 76? Да. Ну, здорово. Вот дополнительный момент. То есть пришло полное восстановление. Полность. Это реальное, абсолютное омоложение. Если уже ребенка заново родить. Правда, видно, какое-то количество клеток у нее все-таки сохранилось. Ну, этих клеток. Вот. Поэтому вот факт. Да. Так что, уважаемые дамы, вы представляете, чего предстоит после прохождения курса всем вам? Вы готовьтесь. Вот она готовится стать матерью. Помните, как это было? Я готовлюсь стать отцом. Ну, хорошо.